Модуль «Наука» в составе МКС. 29 июля после восьми дней полета состоялась его успешная стыковка со станцией. Многоцелевой модуль «Наука» был выведен с космодрома Байконур на низкую околоземную орбиту 21 июля 2021 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». Затем он был принят на сопровождение наземными службами Подмосковного центра управления полетами ЦНИИ-МАШ. На участке автономного сближения специалисты главной оперативной группы управления РКК «Энергия» провели несколько включений двигателей модуля для поднятия и коррекции орбиты, а также вывод в район встречи с МКС в расчетное время. Операции по облету станции, зависанию, причаливанию и стыковке со служебным модулем «Звезда» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов группы управления и космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва. Наука стала первым новым модулем российского сегмента с 2010 года. Космонавты провели небольшую видеоэкскурсию внутри модуля «Наука». Многоцелевой лабораторный модуль создавался совместно с специалистами РКК «Энергия» и Государственного космического центра имени Хруничева в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Один из первых экспериментов, который у нас будет проводиться, он называется «Вампир» от сокращения от вращающегося магнитного поля. Это когда мы из расплава кадмий цинктеллур будем выращивать кристалл, который в дальнейшем будет применяться для производства датчиков инфракрасного излучения, особо чистых, которые смогут работать в отличие от типичных германиевых полупроводников, которые нужно глубоко охлаждать. Вот эти новые датчики, их можно будет использовать при комнатной температуре, их можно будет в том числе в рамках программы «Сфера» уже адаптировать к постановке на борт новых аппаратов дистанционного зондирования Земли. После ввода науки в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения научной аппаратуры. На науке установлен и уникальный манипулятор «Эра», который создавался специалистами Европейского космического агентства. «Эра» — это немного другой манипулятор. Он отличается от тех, которые уже есть на МКС. У него есть возможность быть запрограммированным заранее. Это его большое преимущество. Также оператор может управлять им при помощи специальной контрольной панели, даже во время выхода в открытый космос. Также манипулятором можно управлять внутри станции с помощью лэптопа, без всяких джойстиков. «Эра» может перемещаться вдоль всего российского сегмента станции. У него есть специальная защитная программная система от столкновений. Я считаю, это революционная система. Манипулятор может перемещать очень тяжелые грузы массой до 8 тонн с невероятной аккуратностью. Точность перемещения — до 5 мм. Подробно о модуле науки, его задачах, истории создания, деталях запуска и будущей программы на российском сегменте Международной космической станции можно узнать из интервью генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина для радио «Комсомольская правда». Ссылка в описании. В Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в состав «Роскосмоса», завершились технологические испытания узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс-МУМ». В течение нескольких недель специалисты РКК «Энергия» выполнили совместные испытания модуля «Причал» с комплексными стендами служебного модуля «Звезда» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука». После проведения заключительных операций расстыкованные компоненты корабля и наземное испытательное оборудование были подготовлены к отправке на космодром «Байконур». Выведение на околоземную орбиту узлового модуля «Причал» планируется в ноябре 2021 года. Телескоп «Артекси» имени Павлинского, установленный на борту орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр РГ», обнаружил в нашей галактике Млечный Путь уникальную, ранее неизвестную черную дыру, так называемый микроквазар. Черная дыра, которая очень ярко вспыхнула и продолжает сейчас светить, от нее идет и радиоизлучение, и инфракрасное, и оптика, и чуть не гамма-излучение. И все это говорит о том, что очень необычный объект находится в нашей галактике, которую до этого никто не видел. Недавно другой телескоп на борту спектра РГ «Эрозита» зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре далекой галактики на расстоянии 2,5 миллиардов световых лет. Вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой. Излучение этого аккреционного диска и обнаружила обсерватория. Исследуя как бы небо в разных лучах, в смысле на разных масштабах времени в рентгенских лучах, то есть сравнивая карту полученную за лету полгода, потом через полгода, через полгода можно видеть вот эту переменность, особенно вот такую длительную, и искать, собственно говоря, вот эти переменные объекты, которые съедают обычные звезды, и видеть эти приливные разрушения. Сейчас мы их уже несколько десятков видим, но идет работа просто над анализом данных. В научной программе «Спектр.РГ» еще два с половиной года сканирования всего неба. Ученые рассчитывают увидеть несколько сотен уникальных событий, изучение которых позволит пролить свет на многие вопросы теории аккреции вещества, на сверхмассивные черные дыры и динамику звезд. В рамках совместного российско-европейского проекта «Экзомарс-2016» после серии тестов состоялся первый полноценный сеанс управления космическим аппаратом «Трейс Гейс Орбитер» с помощью средств российского комплекса приема научной информации и резервного управления. Несмотря на то, что сейчас космический аппарат находится на орбите вокруг Марса, на максимально возможном удалении от Земли в 388 миллионов километров все задачи сеанса управления были успешно выполнены. Подробнее о миссии смотрите в нашем специальном репортаже. 20 августа с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1Б» запланирован запуск 34 спутников «Ванвеб». Этот запуск станет девятым по программе «Ванвеб» и третьим с космодрома «Байконур». Космические аппараты «Ванвеб», которые на днях были доставлены на космодром для подготовки к запуску, предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка, как ожидается, будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Дублёры экипажа МКС-66, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и участники научно-просветительского проекта «Вызов» Алексей Дудин и Алена Мордовина провели тренировку на тренажёре пилотируемого корабля «Союз МС». Экипажем отрабатывалась штатная программа полёта корабля к станции по короткой двухвитковой схеме. Подготовка к старту и выведение корабля «Союз МС» на орбиту, проверка герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, манёвр с переходом на сближение, облёт и подготовка к стыковке со станции — на всех этапах экипаж действовал грамотно. Командир экипажа Олег Артемьев добавил, что ему повезло — в его экипаже люди целеустремлённые, которые любят учиться. Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть совместных тренировок на тренажёре корабле «Союз МС». Формирование спутниковой группировки связи «Марафон» будет полностью завершено в 2027 году. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва Александр Кузовников. Первого «Марафон» сопланируется запустить в 2023 году. Всего группировка будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 700 километров. Подробнее читайте в новом выпуске журнала «Русский космос». 60 лет назад, 6 августа 1961 года, с космодрома «Байконур» в космос стартовал корабль «Восток-2» под управлением космонавта Германа Титова. За 25 часов полёта он совершил 17 витков вокруг планеты, пролетев 700 тысяч километров. «Зарядь один! Зарядь один! Я орёл! Чувствую себя великолепно!» Титов – самый молодой космонавт первого отряда. На момент полёта ему было 25 лет. Он не только управлял кораблём, но и снимал из космоса на камеру нашу планету. В списке космонавтов Герман Титов значится вторым, но тогда, в 60-е, в прессе его называли первым жителем космоса. И это действительно так. Герман Титов доказал, что в космосе можно не просто находиться, но и работать. Ведь именно после его полёта на околоземной орбите начались настоящие эксперименты. А на Земле медиками были разработаны различные тренажёры, которые тренировали вестибулярный аппарат человека к долгому нахождению в невесомости. «На корабле «Восток-2» облетел более 17 раз вокруг земного шара». Сегодня длительные полёты на МКС можно рассматривать как тренировки перед будущими экспедициями в дальний космос. А начало этому большому пути положил Герман Титов – первый житель космоса. Остаток сверхновой вуаль. Этот объект со звездой-лебеди астрономы также называют «рыбачья сеть». Волокна вещества погибшей звезды расширяются в космическом пространстве уже около 9000 лет. Автор снимка – Энтони Сапп. Железный Эдельвейс. Встреча со звёздами. Снимок сделан во время общеказахстанского слёта любителей астрономии на плато в горах Алматы. Обсерватория Ассы Тургень находится на высоте 2750 метров. Справа видна область, известная как «Курительная трубка» и газопылевой комплекс Антареса. Автор – Евгений Бондарь. Галактика Сигара или М82. Этот известный объект в созвездии Большой Медведицы обладает уникальными чертами. Из центра Сигара исходят сверхветры, которые порождают резкую вспышку звездообразования и сверхновые. Такие экстремальные процессы вызваны прохождением вблизи Сигары ещё одной галактики, которая осталась за кадром – М81 Боде. Присылайте ваши фотографии звёздного неба и вопросы о космосе на tvsobakatvroscosmos.ru и до встречи в космической среде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...